Микс Ньюз. Утро на Балткоме. Доброе утро еще раз. Присоединились к нам замечательные, прекрасные дивы, хочется сказать. Это Инна Саидиана Галлант и доброе утро. Доброе утро. Доброе. Поговорим мы сегодня о нескольких темах и начнем, конечно, с конкурса талантов. Каждый год такая уникальная возможность, мне кажется, у людей, которые какими-то талантами обладают и хотят себя как-то показать и проявить. У них есть возможность благодаря вам в том числе. Расскажите, что в этом году? Ну, нам уже 7 лет будет в этом году, и мы себя чувствуем достаточно взрослыми и обросли большой, скажем, командой талантливых детей. Мы пытаемся им всем максимально, чтобы в наших силах открыть дверь в большой мир, показать и на самом деле, чем они будут заниматься всю свою жизнь и какими качествами нужно обладать. Потому что поют птичка на веточке, а для того, чтобы быть конкурентоспособным, профессионалом и котироваться в этом мире, мир велик и конкуренция огромная. Поэтому они должны стоять на двух ногах и быть абсолютно… То есть не только слух и голос, да? Конечно. Мы, во-первых, у нас вокалисты, естественно. У нас также и клавишники, и духовики, и ударники. То есть все, что существует вот в классическом понимании музыкального, скажем, вот инструмента, у нас все присутствуют. Один год был джаз, но потом мы от этого отказались. Я думаю, что наша сила на самом деле в том, что мы не административная организация, да, и не бюрократическая, а что мы очень… Это индивидуальный подход. Да, абсолютно. У нас тет-а-тет, у меня весь мой WhatsApp, у меня написан талант, там год такой-то, инструмент, имя, и мы со всеми переписываемся по WhatsApp. Наши пиаристы тоже с ними постоянно в контактах. В этом году наша компания построена на том, что очень многого достигнуто, на самом деле, да? То есть очень много успешных исполнителей молодых, которые, благодаря тому, что мы их, в принципе, открыли, но они же работают сами, да, то есть они стремятся. У нас был просто первый рывок, а потом вот такое личное отношение, и ни один из наших концертов, я уверена, вы заметили, не начинается без талантов. Нету ни одного концерта, который мы делаем в году, без участия молодых людей, которым мы даем большую сцену, опыт общения с музыкантами, которые достигли высот, и для них это, конечно, окрыленная какая-то ситуация. Мало кто может предложить сцену с количеством 2,5-3 тысячи человек, телевидения, прессу, и поэтому вот в этом наша… И они не только могут самостоятельно, они объединяются и в дуэты, и терцеты, или они участвуют также и со мной, я приглашаю их, и мы вместе делаем, скажем, какие-то такие номера, это касается и скрипки, и виолончели, и фортепиано, то есть всё, чтобы это было адекватно, понятно. Конечно, все отдалены по-разному, у каждого свой путь, возможности, педагоги, это ведь тоже главное счастье. Да, вот очень интересно, всё-таки 7 лет – это такой большой опыт, всё-таки по вашему опыту, я понимаю, что вы не делали какие-то социологические исследования, но тем не менее, по вашему опыту, всё-таки вот когда эти таланты, эти звёздочки как бы находятся или приходят, это чаще всего что? Ну, это, не знаю, педагоги сами видят, что это действительно талант, надо его поддержать. Или родители настаивают, или, может быть, сам ребёнок говорит, что вот я созрел, я чувствую, я могу. Я думаю, что вот все эти компоненты, что вы обозначили, в купе, и у каждого, оно, конечно, каждый из этих моментов может выстрелить или быть более таким сильным. Это, есть люди очень талантливые, одарённые, поцелованные Богом, но они ленятся, или им кажется, что у них и так всё получается. Иногда их могут обскакать такие середняки, стабильные, очень трудолюбивые, с пониманием того, что вот просиживая 24 часа в сутки у инструмента, он добьётся и переплюнет весь мир. Что ж, это выбор каждого, понимаете? Но для певца однозначно природа – это, я хотела сказать, 80%, но я воздержусь. Ну, как минимум, да. Педагог – 100%. Итак, 80% природного дара и 100% правильных рук. Ну, мы всё равно ищем, не просто так, мы искали название конкурсу и остановились на таланте, потому что, если ты не видишь этого зародыша, то очень трудно его наработать. Ну, конечно. Должна быть какая-то вот эта личная изюминка, вот что-то особенное в этом исполнителе. Потому что в прошлом году, когда был финал конкурса, мы с мужем были приглашены в Альберт Холл на очень серьёзный концерт с автор партии, вот со всем, что к этому прилагается, с бэкстейджем, всемирно известных певцов. И мы, вот честно, у меня было просто, я сидела, и я говорю, боже мой, ну как так, почему так совпало, совпало вот по дням. И я действительно, мы отказались, я приехала на финал конкурса, потому что если я сама не увижу вот этих особенных, потому что может быть такое, что в этот день ему не повезло, и он не получил ни первое, ни второе, ни третье место. Но он настолько классный, и он настолько, да, правда, настолько какая-то изюминка есть в этом исполнителе, что… Потому что мы все ждём чуда, волшебства. И именно такие выступают на галоконцерте или ещё какие-то. Такая индивидуальность, да? Так не просто вот правильно спел, не с фальшивью, а спел так, что вообще… Вот именно, или инструменталист, вроде, ну вот не дотягивает там или здесь, но какие-то есть, да, 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 куда привязываться, к чему привязываться. Но ты понимаешь, что это штучный товар, это нечто. И там есть, и это будет, 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 будет идти вперёд и развиваться. Как преодолеть вот такой стереотип, который, возможно, у многих сидит, ну, многие скажут, ну, Латвия – маленькая страна, ну, что-то он талант, как он пробьётся. Это не какая-нибудь Германия, за ним не стоит, может быть, какой-то спонсор. Ну, люди у нас по большей части не могут по доходам сравниться, там, не знаю, с Англией, с Германией, с другими, Францией, да. Тем более, вот чем люди живут сложнее, тем больше рождаются талантов. То есть они должны пробиваться, да? Потому что они не спят, не жируют, и… Работают, да. Они работают. Они эмоционально, их гонит, понимаете, вот-вот… Амбиция. Амбиция. Они могут пробиться, у них есть желание выделиться, у них есть желание занять свою позицию, свое место в этом мире. Потом мир открыт, они могут… Двери распахнуты, значит, они будут искать спонсора. Для этого им нужно убедить спонсора, что я лучший. Меня стоит складывать деньги. Я могу, конечно. И таких случаев очень много. И мы этим как раз тоже занимаемся. То есть за эти семь лет есть, в принципе, вот… После того, как мы открыли вот это талантище на самом деле. Потому что они же все очень разные в возрастной категории. Бывают крошки какие-то, а бывают более взрослые. Это высшее музыкальное училище, академия. Но они же сами в этом работают. То есть они сами трудятся. Потому что мы дали толчок, а потом, конечно, все зависит от них. Но нам очень приятно, что наши… Это даже трудно назвать конкуренты или президентская канцелярия, или какие-то другие музыкальные организаторы. И конкурсы другие. Они потом их приглашают, как солистов и исполнителей на сцену. Потому что Галланта сказала, что все, значит, он может. Знак качества. Знак качества. Значит, можем брать. И оно действительно так, что вот у нас человечек отыграл. На каком-то концерте мы нашли вот там, дали ему призовое место. И все, он пошел уже по рукам, как говорится. Его приглашают. Это очень здорово. Бывает кто-то, кого вам приходится потом мотивировать. Вот он пришел к вам, не знаю, там, например, восьмилетним, десятилетним мальчиком или девочкой. Выступил у вас, возможно, получил какое-то место, а потом не хватает, не знаю, в ртатный период подростковый. У них другие интересы появляются. И как-то вроде талант есть, но усидчивости не хватает. Желания уже. Ну вот все, он уже выступил с Галланта на одной сцене. Чего еще? И обращатели к вам потом говорят, вот промотивируйся еще. Вроде талант есть. Что же с ним или с ней сделать? Ты не можешь никого на самом деле заставить, быть счастливым. Себя любить. На самом деле, да. Поэтому максимум, что мы можем действительно сделать, это сопровождать или помочь. Например, у нас была вчера встреча замечательная, когда люди говорят, ты знаешь, мы готовы вам помочь. То есть я сейчас не буду рассказывать много, но мы совсем скоро уже об этом сообщим. У нас будет возможность помогать отдельным деткам, у которых действительно финансовые сложности или сложности с покупкой инструмента. Мы нашли людей, которые смогут некоторым из них помочь и сопровождать на их музыкальном пути. От мастер-классов до покупки даже инструмента. А также, конечно, потому что без таких людей это абсолютно невозможно. И мы безумно благодарны, что у нас 7 лет подряд есть невероятный партнер, который делает этот конкурс возможным на самом деле. Потому что, к сожалению, мы не административные, не бюрократичные, но все вокруг нас, к сожалению, такое. Все стоит денег. Да, ну вот оно, увы, так и есть. И если бы не Ретума Банка Фонд, то это было бы, в принципе, невозможно. И спасибо огромное Аркадию, который верит, что мы должны действительно... Аркадию Сухаренко, который говорит, что да, я готов поддерживать и развивать, потому что эти дети, это есть наше наследие. Я сама мама маленького мальчика, да, и который тоже очень любит петь, и которому очень важна музыка, и который засыпает у меня на всех. Он родился здесь, summer time baby, и он засыпает, он сидит со мной у пульта и засыпает со мной на концертах. Или, да, по музыку, или... Ему это очень нравится, поэтому чем раньше... На моем концерте. Первое действие, а потом на втором просмотке. Да-да-да, бабушка просто, вы понимаете, это очень лично. Я очень рада. Да, наоборот, музыка была хорошая, да. Знакачивая голове. Если она начала плакать, если она начала плакать, скажет, я хочу это слушать, тогда другое дело. Я тоже маме говорю, мама, не расстраивайся, как раз все хорошо. Да. Все прекрасно. У вас такой безостановочный процесс, это, наверное, правильно, движение жизни. Вот один проект заканчивается, следующий. Что в планах? Вы знаете, на самом деле, вот я сейчас вам говорю об этом, сейчас буду рассказывать, и у меня у самого мурашки по коже, потому что я думаю, что Даниил Крамер, которого мы открыли для Латвии, всем о чем-то говорит, и когда говоришь его имя, люди начинают улыбаться. Это гений, это человек из книги рекордов Гиннесса по скоростной, я бы сказала, игре. Это человек, который композитор, это человек, который аранжировщик. Он сам придумал для Московской консерватории, для музыкантов классических по фортепиано, как им играть джаз. То есть это его методика. Он призер всего, он член клубов, самых не на есть американских каких-то, куда только черные люди, джазовики вхожи, он везде почетный член. И Даниил Крамер попросил меня после фестиваля, ему в этом году исполняется 60 лет, попросил меня сделать, нас делать его юбилейный концерт. И, вы знаете, это невероятная честь, правда. Он в Латвии, да, в Риге. И это абсолютно событие для нас на эмоциональном уровне. Я уверена, что и для слушателей, зрителей. Мы сейчас как раз представляем... То есть через пару дней уже будет все анонсировано, поэтому я вам вот раскрываю еще до всех релизов. Специальных голосов. Да, вот, голосование. И мы очень рады, что Интерс сразу откликнулся, что он будет участвовать. Да, Интерс Бусселя, что он будет участвовать. Умничка, да. В концерте, потому что Даниил действительно гуру и гений. Он заряжает, мне кажется, ему невозможно отказаться. Он настолько молодая публика, это удивительно. И не только беглость пальцев, но беглость ума и невероятные познания истории. Всего. Я думала, что я там что-то, знаете, интересуюсь, мне это, вот, много читаю. Это просто что-то невероятное. А их не оторвать просто. Когда начинается диалог, то это... Такая быстрота ума невероятная. И артистизм, на самом деле, от него просто не оторваться. Я кладу трубку, когда я с ним разговариваю, и у меня просто... Мне муж говорит, съешь лимон, потому что я улыбаюсь. Это человек невероятной энергетики, позитивной. И большого... 15 мая, да? Да, это будет 15 мая в Большой гильдии. И он приезжает, он же каждый раз нам привозит какую-то жемчужину. И он приезжает с Романом Мершинченко, который был у нас уже когда-то гостем нашего фестиваля. Это харизматичный рок-гитарист, на самом деле. Это вот просто такой рок-звезда, рок-стар. И поэтому программа будет очень разноплановой, очень многогранной. И поскольку мамочка тоже присоединится к поздравлениям, и будет обязательно таланты. Да, пусть мы попоем, да, и, конечно, Интерс Бусселс, и наши таланты. Потому что за неделю до этого будет финал, и те финалисты, которые будут просто жемчужинкой и какими-то особыми, которые будут подходить по программе, они также выступят в этом концерте уже неделю спустя. Для них тоже, мне кажется, мотивация. Да, да, да. И он на фестивале, он всегда выводит в его день, если, значит, это его вечер. И всегда Даниил выводит нашего лауреата. Мы стараемся приглашать пианиста, потому что, ну, да, поколение, да, да, да. Он выводит и представляет. А помнишь, как было, он выводил несколько лет подряд, и был просто попс Андрюша, который вырос. Он вырос с нами на самом деле. Пригонес, да. И Андрей, помнишь, выводил, его Даниил выводил вот несколько лет подряд, и мы сами видели, да, как он рос, потому что вот этот такой скачок. В нашем году он, да. Да, очень классно. То есть фактически таланты уже могут готовиться, да? Да. Уже. Но перескакивая немножко, возвращаясь к нашим, не хочется сказать это слово, возвращаясь назад, то, что наши лауреаты выиграли гран-при и могли выступать на... На сцене Альберт Холла, а я знаю, о чём речь, это огромнейшая сцена. И какая-то честь, да? Да. Большая честь. Кокла, это наша девочка, которая играла на Кокла, получила гран-при международного конкурса. Это вообще, как моя дочь говорит, первая и последняя Кокла, это на сцене... Вообще в этом... На сцене Альберт Холла, честно, я уверена в этом. В этом веке, которая... Веке, что-то было такое. Это экзотика, экзотика. Причём девочка очень стабильная, музыкальная, очень серьёзная. И она превращает, можете себе представить, вот из таких, как мы привыкли, народных, да... В какое-то произведение искусства, да? Да, она исполняет классические произведения, видимо, так. Это нонсенс, но это так, это фантастика. Это фантастика. Или ребята, которые финалисты-вокалисты, которые победили на конкурсе, мама позвонила в оперу латвийскую, договорилась, ну... Да, ну... Но всё равно, это личное отношение, оно всегда, да... Хорошие голоса никогда не лишние. Их мало. Их мало, да. Очень мало. Это их надо говорить. Поэтому люди идут слушать голос, как бы это ни рекламировали, и об этом ни говорили. Это музейное искусство опера, её пытаются, конечно, осовременить и переодеть в джинсы и уложить на пол, но это музейное искусство, где примарным является голос. Так можно, есть и будет, что бы там ни говорили, да? И никто это не может изменить. Ни декорации, ни одежды, да. Никто. То же самое, как скрипачка наша девочка, она сначала занимала там второе место, неважно, и получив скрипку через фонд... Фонд, да, Авина, мы просто всегда ищем какие-то... Кооперации, чтобы... Да, Инга Шина принимает тоже... Да, Ретума Банка. И Ретума Банка. То есть люди, которые... Нет, давай про скрипку, потому что это очень важно. Мама просто всегда умаляет свои какие-то, свой импут, потому что когда ей звоню, то она говорит, а, доченька, сейчас я перезвоню тебе, у неё на заднем фоне уже там кто-то репетирует, потому что когда мама прилетает в Ригу, то её уже ждут таланты для мастер-классов, и она, всё, чек ушёл, чек пропал, вот, но сейчас к тому, что не всегда даётся какой-то вот такой скрипка, которая стоила очень больших денег, и фонд Авина, Петра, да, они дали просто для одного из наших исполнителей на несколько лет возможность играть на этой скрипке, но мы дали не первому место, а второму, потому что первая и так пробьётся, да, а вторая девочка, у неё было столько потенциала и желания, что, и это звучание её само тогда подкосило, правда, этой скрипке. Удивительно, да, она, играя всё время на своей тролли-вале, да, вдруг получив настоящий инструмент, я просто помню её лицо. А ведь настоящий инструмент стоит. Да, большой очень денег, да, да, начиная от... Всё шестизначная цифра, на самом деле, да. Да, понимаете, да, и когда она прикоснулась к нему, это было при мне, она даже испугалась, потому что... Звучание... Там был совершенно другой звук. Это было что-то невероятное, она долго играла вот с этим инструментом, и она выросла вместе, у неё поменялось совершенно... Да. И она сейчас учится в Вене. Да. Благодаря, в принципе... И многие наши ребята учатся, кто в Страсбурге, Вене, Берлин, В принципе, они уже не попадут после Вены. Да, но они возвращаются домой, то есть это их экспириенс. И так, и так. У каждого складывается судьба, и мы не знаем, что будет завтра, но они стабильные, профессиональные, понимаете, люди, которые могут себя предложить и быть конкурентоспособными. Да, и вы знаете, что очень важно, потому что они есть те, кто несут имя Латвии в мире, правда, потому что они всё равно возвращаются. Это не так, что они уехали и пропали. Это то же самое... В Азии же корни, родители... Конечно, и они все приезжают, они возвращаются. Они пишут, например, Дианам или Иннесам, мы будем тогда-то в Латвии, если есть какие-то мероприятия, с удовольствием. И так оно и получается. Рождественский концерт, когда все здесь, то получается, что вот те особенные, которые, например, которых мы, может быть, в течение года меньше видим, но они приезжают на Рождество к родителям и участвуют в концерте. Да, поэтому это очень здорово. Но вообще весь смысл моего желания и создать фестиваль, Summer Time Иннеса Галанте приглашает, да, и конкурс, было для того, чтобы имя латвийских музыкантов звучало по всему миру, чтобы когда-то люди искали, где Латвия, спрашивали Литва и так далее, всякие, да, путались с Лапландией. Теперь я уже 30 лет живу и там, и здесь, и я уже студент академии или консерватории, я разъезжала по всему миру. И поэтому для меня понятно вот то, что я хочу сказать. Я всегда громко намекала и Миша Майскому, и с кем бы я ни была из наших, потому что мало кто был тогда вот концертировал именно из Латвии. Я говорю, не пиши из советского, почему ты пишешь? Ты же из Латвии. И все твои вот корни и вся твоя вот… Настяжение. Да, оно идет отсюда. Я всю дописала и говорила. Мне казалось, это очень важно, потому что мир велик. Но вот именно это место и вот именно вот эти вот все какие-то, да, ветры сходятся. Ну, с чем мы, в принципе, музыканты, мы можем похвастаться исполнительными количествами. Я думаю, что большие молодцы. Большие молодцы. И я вот желаю, чтобы так и было. Спасибо большое. Нам пора заканчивать. Инна Саидиана Галланд рассказали о конкурсе. И, в общем, май такой будет. Насыщенный месяц. Так что будем следить и анонсировать. Спасибо вам большое и удачи. И всем хорошего настроения, красоты и любви и здоровья. Спасибо большое. Спасибо. После 10 часов программа «Без антракта» Евгения Шерменева и новый художественный директор театра «Дайлас Веструс Кайридж» будут в этой студии. Спасибо вам, дорогие наши радиослушатели, Анастасия Смоловская, Абик Элкин, звукорежиссер Евгения Галланд. Всего хорошего.